Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! У нас сегодня очередной стих, непонятный, неочевидный, неоднозначный, из всем знакомой и при этом незнакомой книги Псалтири, книги Ветхого Завета. И сегодня мы разберем начало Псалма 67-го, потому что начало это является совершенно уместным для сегодняшнего дня и для нашего момента, где мы живем, церковного календаря. Недавно мы праздновали Пасху Господню, совсем недавно закончилась Светлая Седмица, и вот там на богослужениях Пасхи, Светлая Седмица, Радоница звучали. Стихи, первые стихи этого Псалма, Псалма 67-го. И сегодня мы узнаем о том, как перевод текста с одного языка на другой может давать дополнительный смысл, может делать текст древний актуальным в новых христианских условиях. Итак, сначала вспомним эти самые стихи, о которых сегодня речь у нас и пойдет. Читаю в церковно-славянском переводе. «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, и окатает войск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся». Безусловно, знакомые стихи, и знают их хорошо все выцерковленные христиане православные, братья и сестры, и сегодня поговорим, какой смысл в этих стихах имелся в виду, когда нам неизвестный псалмопевец Давид или какой-то из его учеников писали эти древние тексты. А проблема, дорогие друзья, есть, потому что даже в начале этого самого стиха мы читаем христианское учение о том, что Бог воскресает, Бог воскреснет, такое пожелание, и сразу возникает такое некоторое недоумение, а что действительно ли древние евреи, времена Давида или во времена более поздние, вот все вот знали и догадывались, и были в этом уверены, что Бог однажды умрет, и нужно будет ему из мертвых воскресать. Конечно же, нам, христианам, очень приятно так считать и так думать. Мы знаем, что многие места из Ветхого Завета являются местами пророческими, мессианскими, и там действительно есть пророчество о судьбе грядущего Мессия, нашего Господа Иисуса Христа. И в этом случае тоже такой эффект у нас тут имеется. Однако текст еврейский не совсем о том нам говорит. И мы переходим к этому тексту, будем его разбирать и вскрывать древние и более поздние смыслы этого текста. Итак, в переводах, которые мы тоже используем, перевод РБО и перевод Мира Левинова, там отсутствует слово «воскреснет», глагол «воскреснет». Там есть другое слово «да поднимется Бог», «бог поднимется». Или в перевод Мира Левинова «поднимется Бог, и тогда рассеются враги его». Действительно стоит тут слово, глагол «кум» – вставать, противостоять, нападать, враждовать, выстоять, сохраниться, победить, прийти к власти, появиться, сбыться. В форме императива. Наклонение повелительное. И вот получается, что псалмопевец как будто бы не то, что просит, а приказывает, требует, чтобы Бог однажды встал, противостал каким-то врагам Израиля. Чтобы Бог оказался тем, кто покажет свой истинный масштаб, как будто бы так его не видно, а вот он поднимется со своего трона, кресла царского. И тогда уж точно все оппоненты Израиля, и египтяне, и ассирийцы, и вивлоняне, и персы, и прочие большие и маленькие народы Богу увидят, и пред Богом они будут сокрушены, они падут. Дальше. Комментаторы пытаются найти контекст, что же, какое же именно поднятие, вставание Бога тут имеется в виду. И возникает остроумное замечание, что вероятнее всего имеется в виду не сам Бог. Ну, действительно, это было бы странно, ведь Бог же не человек, у него нет тела в нашем понимании, у него нет физического трона, кресла, он как будто бы всегда у нас стоит, и всем он издалека виден. А вот что-то, что символизировало Бога, точнее, его присутствие в Израиле, поднимали иногда древние евреи, священники и первосвященник, а именно ковчег завета. И вот в книге чисел, голова 10, стих 35, мы читаем очень такой важный стих для нашего разговора, помогающий понять контекст и самый древний смысл этих стихов. Итак, читаем. Народ снимется с места и поднимет священный ковчег, и Моисей всегда при этом говорил, восстань, Господи, да, видите, восстань, Господи, да рассеются враги твои, да обратятся они в бегство. Вот, дорогие друзья, вероятнее всего, это древний смысл этого стиха. Имеется в виду поход, поход, в котором земля хананская была завоевана, и вот предшествовала войску очень часто. Вот такая вот необычная религиозная процессия. Она сопровождала войско и вдохновляла воинов, давала им духовные силы и символизировала то, что сам Бог является полководцем своего израильского воинства, народа, войска, армии и так далее. И тогда имя Бога, Бог воинств, вполне себя оправдывало и в этой картине воплощало. И так поднимается ковчег, движение начинается, и вот это и является выражением того, что как будто бы полководец дает команду, Бог приказывает в атаку, начинаем, начинается сражение. И тогда евреи, которые пили этот стих в дальнейшем, имели в виду очень простую вещь. «Боже, заступись же, наконец, за свой народ. Народ плененный, народ покоренный, народ рассеянный, народ беспомощный, народ гонимый. Бог, пускай этому ковчег поднимется и начнется освободительная или такая вот защитная война». Однако, видите, в дальнейшем стих начинает жить своей жизнью, и эта новая жизнь выражается в том, что стих переводится, переводится евреями же на греческий язык. И там возникает очень такой необычный оттенок этого глагола, глагола «кум» – подниматься, вставать. И так переводится глагол «кум» еврейский глаголом греческим «анистами», форме императива Аориста «анастето». Тут уже имеется в виду то, что, возможно, можно понимать и как воскресение из мертвых, потому что, как мы знаем, Анастасис – это то самое воскресение из мертвых, которому посвящена Пасха. Это праздник того, что Христос воскрес из мертвых. И когда христиане читали эти стихи, и тут все так очень похоже было на жизнь Христа, был Христос, у Него были оппоненты, были ненавидящие Его, злые люди, грешники, они все были против Него, как будто бы они Его окружали и победили. Победили, они Его убили, они Его уничтожили и похоронили. И вот тут получается, что призыв, чтобы Бог воскрес или поднялся, восстал, имеется в виду тогда одно очень однозначное и понятное значение – Боже воскресни, победи своих противников. И самого главного врага каждого человека – это небытие, смерть, узы гробницы, узы смерти, узы кладбища, гроба и так далее. Победи, восстань. И этот смысл очень рано был христианами усвоен, и даже в послании к Ефесиным, глава 4, цитируется другой стих, другой стих, но этого же псалма с понятным таким контекстом, понятным значением. Это есть пророчество древнего псалмопевца о том, что Христос однажды из мертвых воскреснет. Хорошо, двигаемся дальше к стиху третьему. Почитаем еще раз. В переводе уже, давайте, русском переводе РБО. «Как рассеивается дым, так рассей ты их». То есть, Бог и есть тот, кто может своих врагов, их полчища, армии, колесницы, танки, концлагеря, как дым рассеять своим одним желанием, мыслью или словом. Дальше. «Как тает воск от лица огня, так пусть сгинут нечестивые пред Богом». Сильное выражение глагола, здесь вот «сгинут», «погибнут», «авад», «губить», от этого «авадон» – одно из названий уже нехорошего персонажа, «ангел-губитель», «дьявол». Но вот, видите, в мире Ветхого Завета, как мы знаем, много раз об этом говорили уже, все исходит от Бога. И хорошее, и плохое, и счастье, и гибель. Бог – единоличный источник всего, что бывает на земле. Никаких других богов, соперников Богу нет необходимости иметь. Бог призывается для того, чтобы он погубил грешников пред своим лицом. Дальше. Заканчивается это четверостишье, очень такое пасхальное, радостное. Все-таки хорошим чем-то. «По желаниям оправедницы пусть торжествуют». Или по-славянски «оправедницы да возвеселятся». И в этом стихе повторяется глагол со значением «счастье», «радость», «веселье», «самех» по-еврески два раза. Вот дальше тоже будет он встречаться. «Довеселятся они пред Богом, радуются и ликуют». Ликование и радость, как правило, сопровождают какие-то культовые события в жизни древнего еврея. Евреи приходят в храм, в Иерусалим, у них есть подношение к Богу, агнец, теленок. Они отдают его священникам. Священники часть забирают себе, часть сжигают на жертвеннике, оставшуюся часть обратно отдают евреям. Евреи сидят кругом, семейным кругом, зажаривают этого теленка, агнца. И чем они занимаются? Они веселятся, они радуются, потому что это праздник, время неги, время такого хорошего религиозного семейного безделья. И вот тогда получается, что участь грешников – гибель, а участь праведников – тех, кто с Богом, радость и веселье. Дорогие братья и сестры, мы знаем о том, что Новый Завет, нам об этом сказали святые отцы, как будто бы вырастает из Ветхого Завета, рождается. И иногда вот листики у растений бывают красивые, цветочки, но у этого растения есть корни. И корни очень часто бывают довольно такими грубоватыми, суровыми. Вот корни ветхозаветные учения о том, что Христос воскрес, вот такие грубоватые. Бог должен встать и всех своих соперников победить, уничтожить, как дым рассеять, как воск расплавить. Дорогие друзья, братья и сестры, стихи прочитали, разобрали. Поздравляю каждого из вас с Пасхой Христовой. Помощником нашим в разборе был портал экзегет.ру. И я, священник Алексей Волчков из Петербурга, из Феодоровского собора. Всего хорошего, не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok